здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вот посмотрите вчера у нас был снег ночью перешел плавно в дождь а сегодня у нас туман снега вообще не осталось прогноз погоды у нас тоже странной в пятницу обещает вообще плюс 7 представляете а сегодня я буду делать свои домашние дела сейчас решила приготовить такой легкий супчик заранее я из фарша сделала тевтельки заморозила их мне кажется когда их замораживаешь а потом используешь для супа они так лучше держат форму сейчас я делаю стандартную обжарку чуть-чуть обжариваю лучок добавляю морковочку сейчас пару минут потушится и пойдет все бульончик параллельно у меня также стоит кастрюля с водой подогреваю чтоб туда закинуть тевтельки вот уже вода закипела тевтельки я сделала из говяжьего и индюшачьего фарша но естественно добавила специи там как обычно друзья если вам не трудно пожалуйста сделайте это я буду очень благодарна за вашу поддержку тефтельки поварились где-то с полчасика сейчас я туда буду закидывать обжарку картошку я решение закидывать делаю гинки супчик со вчера у меня остался уже готовый рис я его решила также сюда добавить сейчас супчик у меня еще поварится минут 15 потом попробую на соль перец добавлю по необходимости ну и все мой супчик уже будет готов супчик уже готов потом когда буду наливать тарелки в каждую тарелочку добавлю свежую зеленушку также решила сегодня приготовить калачи по рецепту наташи из канала быстрая ложка кому будет интересен рецепт я оставлю ссылочку под видео вот я уже замесила тесто сейчас дам немножко полежать в рецепте наташа использует мак начинкой и клюкву я буду использовать клюкву у меня оставалась свежая я ее перетерла сахаром ну вот так вот ярко на меня получилось ну а так все остальное иду строго по рецепту тесто по ощущениям получилось очень мягкой и воздушную единственное что я пересматриваю несколько раз это как закручивать сами калачи никогда не закручивая поэтому было очень интересно тут я конечно чуть чуть неправильно закрутила но в итоге потом исправила свою ошибку в общем в итоге как-то так духовка у меня уже стоит на подогреве сейчас я все это хорошо промажу яйцом с пиццем и первый калачик у пойдет выпекаться а я займусь другим но со вторым я конечно побыстрее разобралась немножко побыстрее его заплела ну вот это тоже готов его сейчас тоже буду смазывать яйцом и он у меня пойдет духовку выпекаться ну вот друзья первый калачик готов посмотрите какая красота ну вот последний штрих это обсыпать его сахарной пудрой ну вот красота и готова что я могу сказать рецепт очень хороший клюква вообще подходит сюда супер дает такой кисло-сладкий вкус буду в дальнейшем готовить спасибо большое за рецепт наташа вечером мы выбежали в магазин на боку что прикупить видя тут столько много красивых цветочков продается вот посмотрите смотрю на эту красоту и так мне хочется купить смотрю канал просто мария она любит очень цветы сделать такой красивый домашний сад ну вот тоже такой бы с удовольствием хотела но у меня почему-то цветы не выживают пока я еще не наладила за ними уход ну наверное только один цветок точно выжил это алоэ вера но наверное за того что его поливать часто не нужно а так не знаю то я и то ли я не доливает цветы то я переливаю но они у меня гибнут ну как говорится я не волшебник я только учусь буду продолжать надеюсь когда-то я научусь вот у нас продается денежное дерево у них ствол заплетает косичкой бамбук мне тоже очень нравится смотрите какой красивый ну в общем мы зашли в магазин взять одну две вещи посмотрите набрали сколько всего тут оказались бельгийские печенье по скидке 50 процентов скидка на не не было тела пару коробок попробовать коробка стоила 8 долларов а сейчас 4 там 400 грамм в рублях это сейчас где-то стоит 263 рубля не знаю дорого или дешево ну вот у нас это недорого вот какая у нас погода мокрая снега нет идет дождь я большая сладкоежка и не удержалась чтобы не открыть одну коробочку смотрите какое здесь разнообразие здесь и молочный шоколад и белый и черный в общем на вкус и цвет любое печенька вот как они красиво внутри выглядят посмотрите я конечно не удержалась и съела уже одну трубочку вот это печенька в белом шоколаде с кокосовой стружкой это вафли шоколаде это кофейное печенье в шоколаде это печенье в черном шоколаде да тоже белый шоколад красиво очень трубочки одно не хватает это печенька я тоже села внутри у них какой-то крем очень вкусно тоже а это простые похожи на овсяны но я не думаю что это вся она еще не пробовала ну вот в общем вот такие вот вкусняшки а